Агелий, а как вы расцениваете вообще военный потенциал России? Они наращивают его, они вверх идут или стоят, или падают? Надо, это комплексный вопрос, Дмитрий. Тут надо смотреть, как бы рассматривать, скажем, возможности, давайте по боевой технике рассмотрим, возможности по одним средствам поражения рассмотрим, живую силу рассмотрим, а потом придем к общему, как бы знаменателю. По боевой технике стабильно, они не могут восполнять те боевые потери, которые им наносятся в течение месяца. Тут их возможности будут падать. Независимые осень-то аналитики снимали склады хранения, там еще 3-4 месяца, там ничего не останется. То есть они не могут восполнять потери в технике ежемесячно, да? Ну, пока плюс-минус могут, но эти склады же истощаются. Еще 3 месяца, еще, скажем, 5 месяцев, и эти склады истощатся. У них сейчас очень большая проблема с боевым машином пехоты. БМП-1, БМП-2, БМП-3. Вот сейчас у них дефицит уже начался. Да. А давайте перейдем к самым огневого поражения. Они вылезли до 2 миллионов снарядов в год. Плюс Иран там помогает, незначительная помощь, плюс Северная Корея. Смогут ли они это наращивать? Нет. Они уже где-то 6 месяцев вышли на плато. Что это означает? То есть их производство не имеет возможности увеличивать. Но они падают, они горизонтально на плато держатся. Почему? В мире глобальный дефицит парахов, тротила. Снаряды они делают. Но наполнять-то их надо. Они не могут восполнить свою проблему с радиоактивной системой взаимоплодной. Их у них категорически не хватает. И в советское время их было мало, и в российское время их было. И благодаря контр-батареи на борьбе Украина ни слова поклевала именно этот компонент. По боевой технике, по танкам, по танкам они еще держатся. И как бы производство в месяц около более 300 штук. Но это производство с нуля. Некоторые вещи они восстанавливают тоже из этих складов хранения. А некоторые вещи как бы были в заводе, изготовленном корпусе, они будут как бы дооснащены. Да. Но тоже тут у них нет возможности этого нарастить. Стрелковое оружие без проблем. Стрелковое оружие можно на миллионную армию как бы приготовить. Это автоматы, пулеметы, патроны к ним. Людской ресурс. Людской ресурс я тоже понимаю. Я думаю, что вы знаете, что людской ресурс тоже не проблема. Для них, конечно, нет. Да. Людской ресурс тоже не проблема. То есть, российская армия будет иметь возможность в течение месяца до двух до трех активно выполнять тот самый уровень воздействия на вас, который она имеет в последние два-три месяца. Роста не будет. Если даже они мобилизуют дополнительно 100 тысяч человек, это мотострелки. Это люди с автоматом. Для них нет средств ПВО. Кстати, ПВО будет очень сильно истощать. Я забыл это указать. Ни одна страна БИИ не потянет, чтобы каждый день отстреливать по 40-50 ракет ПВО. Цикл производства очень долгий. Танки тоже самое. Артиллерия тоже самое. А у них практически не осталось советского задела артиллерии. Вот я видел снимки. Были два база хранения Советского Союза. Там не осталось ни одной пушки. Я имею в виду, это вот как бы пушки старого образца, D-30, D-20. После 2010 года, бог все равно, и пушки Россия не делает. Да. Ну, по самоходно-артиллерийской установке у них какой-то рост есть. Какой-то рост есть. Но это тоже не критично. То есть я вижу, что какое-то время российская армия будет держать плато. То есть она не будет проваливаться, но и не имеет возможности увеличить свои боевые возможности. Она может увеличить количество солдатов, количество военнослужащих. Но это не боевая единица. Солдаты же, это как бы не первая. Даже в Первую мировую войну были танки и пушки. Это же как бы уже в прошлый век. Солдаты же просто так не воюют. Поэтому каких-либо кардинальных скачков, роста боевых возможностей для российской армии я в данный момент не вижу. Сегодня другая война. Война дронов. И у кого дроны лучше, и у кого дроны перспективнее, те, в общем-то, и будут наверняка побеждать. Что вы думаете об украинских дронах и российских дронах? Я человек, который как бы сначала войны почти каждую передачу, она кричала, что нужны дроны. И Азербайджан, кстати, показал это наглядно, да? Ну, конечно, мы же это использовали. Дело в том, что, знаете, Дмитрий, вот как бы для полноценной войны дронов еще нет полностью тех условий. Я дополню свой вопрос сначала тем ответом, что вы немножко увлеклись дронами. Вот вы как бы всю силу думаете, что вы будете отражать дронами, а это так не работает. У каждого средства поражения свое место и свой кусочек. Вот россияне танк с сараем обвесили, ну, ПТРК пробивает, взрывается танку без разницы. Десять, увы, маленький, ТПВ-дронов на него запускается, взрывается танку, потому что это догма, в оборонительной позиции должно быть заминировано. Или есть дроны, нет дронов. Позиции должны быть заминированы. Да, вот поэтому как бы до полноценной войны дронов еще далеко. А что касается именно вашего ответа, вот в случае, как и производство артиллерийских боеприпасов, три месяца россияне на плато. Они не могут увеличить, увеличить количество своих дронов. Над полем боя вы доминируете как по качеству, так и по количеству. Россияне, скажем, метод это не освоили. Использует FIPV-дрон через литранслятор. Почему? Что это означает? FIPV-дрон имеет дальность действия от антенны. Это 10 километров. А вы что делаете? Вы эту антенну цепляете на другой большой дрон, вы поднимаете на, скажем, на 100-200 метров, и дальность действия FIPV-дрона увеличивается на 30 километров. То есть разработали различные, но это касается тактических дронов. Вот из-за ланцетов они могут воздействовать на большую глубину, до 100 километров. Ну, как бы и хаймурсы, они доставали этими ланцетами. То есть, вот тактические глубина на вас, вы тут доминируете. Из-за того, что у вас пока нет аналога ланцета, россияне сильны на расстоянии, как бы, 30 километров до 80 километров. Это максимальная, как бы, дальность, куда залетали ланцеты. Но и опять-таки, они могут их применять 10 ланцетов в день. Это максимальная их возможность. Получается в месяц 300. Они 4 месяца не могут увеличить производство ланцетов. И это фиксировано 4 месяца. А у вас, как бы, у вас рост по всем показателям. Плюс, плюс, то, что вы взаимодействовали, начали активное взаимодействие с странами, ведущими странами по оборонке, таким как Raymetal, BioSystems, которые им сейчас, они сами активно сотрудничают, что, скажем, научить дрон чему-то, скажем, машинному зрению, или вот какое-то что-то проверить в бою. Вот, скажем, немцы сейчас снаряд, который они моденизировали на расстоянии 100 километров, сейчас они передали вам прототип. Вот сейчас вы испытаете, все окей, немцы поймут. Хорошие, плохие стороны. То есть, у вас больше возможностей в эволюции, модернизации этого оружия. У вас больше. У вас нет проблем с санкцией. У вас нет проблем доступа к технологиям. А у россиян с этим, конечно, намного тяжелее. Что такое британское лазерное оружие? Это не новинка. Как бы эта новость попала в украинский сегмент медиа и получила достаточно, как бы, большое распространение. Это не новость. У американской армии есть, как бы, боевые лазеры, которые используются на джипах, против дронов. Ну, проблема этих систем в том, что вот когда батареек, мир, развитие вообще мира, технологии мира в целом, ограничивает емкость аккумуляторных батарей. Вот когда, скажем, наш телефон будет держать зарядку неделю и заряжаться за одну минуту, вот тогда лазерное оружие будет иметь эффективность. Он будет стрелять, сто выстрелов подряд, рой, рой, и все будет отгонять, все будет... И источник, который дополняет зарядку этого лазерной установки, не будет напрягаться. Поэтому, как бы, это экспериментальное оружие, и есть один недостаток, который ставит очень большой крест на лазере, как на полноценной системе противовоздушной обороны. Это же лазер работает на принципе видимости. Облака он не пробивает, в пыль он не работает, сильный снег, сильный дождь, он не работает, он не пробивает. Так что это, скорее всего, вот единственное, что может из лазерного оружия толк получиться, это американцы делают высокочастотный лазер для того, чтобы спутники сбивать. Ну да, тут рациональное зернышко есть, а все остальное, вот я вот за то, что вот ему вот это, есть такие недостатки, это они не сделают массовой, масштабной системой ПВО. У Израиля тоже есть. задумывали его вместо железного купола, но потом видели, что он имеет проблемы, различные проблемы. Вот я думаю, что вот это. Пока это ему рано еще, дополнительная боевая система. Микроволновое оружие, возможно, будет иметь успех. Он делает первые шаги, вот он все погоден. Он все погоден, он не зависит от прозрачности атмосферы. Возможно, он сможет что-то сделать в будущем. Президент Франции Макрон неоднократно уже заявил о том, что Франция готова направить свои вооруженные силы в помощь Украине, если Украина об этом попросит. Вы лично верите в то, что войска Франции могут участвовать в боевых действиях против россиян? По некоторым данным, эта верификация еще не прошла. Иностранный регион уже воюет во имя Славянска. Ну, СМИ вашего противника заявляют об этом. Но иностранный регион это, как сказать, это ЧВК. Это ЧВК. Это не армия. Это не армия. Но, знаете, давайте посмотрим, как европейские СМИ активно обсуждается, в том числе и на вашем информационном поле атаки на Прибалтику, атаки на Финляндию. То есть, знаете, вот как бы население нужно приготовить. В Европе слово мнение гражданина, это же весомо. Без его мнения, без мнения парламента очень трудно как будто делать какой-то шаг. И вот это первичные шаги, общественные, чтобы люди, которые принимают решения, осознавали глубину проблемы. Но, что касается лично Макрона, я хотел бы знать, что мешает Макрону стать второй страной по обеимому помощи Украине. Он владеет первым ОПК-бегутом. После него ОПК это у Германии. Франция первая? Да, конечно. Конечно. У ОПК ОПК намного сильнее. Франция в одиночке истребитель делает. Рафа, вот что ему мешает по объему, совокупному объему военной помощи быть второй страной? Что ему мешает? Как вы думаете, сейчас Украине нужны тысяч изнеженных французов, которым на завтра булку надо давать на поле боя? Или Украина нуждается в 100 тысяч артиллерийских снарях? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Я вам отвечу. Украина нуждается в французской авиации, на мой взгляд, я не военный эксперт, мне кажется, исходя из того, что я знаю, Украина нуждается во французской авиации, которая будет взлетать с французских аэродромов, и даже не пересекая границу с Украиной, фигачить русских на русской территории. Не, но это как бы это нужно политическое решение, это нужно, чтобы НАТО объявило войну в России. А Макрон лично не может решить этот вопрос? Я думаю, что нет. Это очень сильный, смелый политический шаг, в котором есть очень много близков. Я не думаю, что он это сделал. Человек, который мог бы это сделать, но он сделал давно увеличение помощи вам. Он не стал блокировать, давайте вспомним, 6 месяцев тому назад Евросоюз, понимая, что он не вытягивает миллион снарядов для вас, это было время, когда вы кромоточили. Стали принимать решение, что давайте быстро деньги есть, закупаем у Турции, у Пакистана или у кого-то еще. Кто блокировал эту инициативу? Франция, Греция. После чего президент Чехии был вынужден отдельно собирать деньги и находить боеприпасы по всему миру. то есть человек который блокирует помощь вам пойдет на такой шаг что будет воевать одиночку с Россией я так не думаю я так не думаю и плюс знаете вот что Макрон строит из себя сильного лидера которым он не является но вы лидер такой большой страны вы в понедельник заявляете что вы будете перебрасывать войну в Украине а в субботу вы говорите что нужно восстановить отношения с Россией перед вашими глазами тоже это нормально Дмитрий это нормально дипломатия не ну дипломатию мы наблюдаем уже лет 20-30 таких перевертышей я еще не видел я вас теперь про Эрдогана спрошу раз уж мы про перевертыши говорим давайте давайте Турция в военном плане ну вторая страна в НАТО мы это понимаем турецкая армия да почему Эрдоган ведет разговоры с Путиным почему он занимает такую позицию и Украине как бы и России и Украине и России скорее всего он выступает в своих национальных интересах помощь Турции Украине и помощь Турции и России это несоизмеримые вещи может кто-то забыл вам за короткий период началом войны было предоставлено 50 байрактаров ТВ2 если по моим данным я могу ошибаться за большинство еще не заплачено а Россия Турция уже передавала у вас есть турецкие самоходы на артиллерийскую установку у вас есть турецкие боевые машины 50 штук в одном пакете передавали для морских пехотинцев большинство из них по моим данным словом как военная формия просто из-за того что Турция хочет держаться как бы нейтрально и об этом кстати Турцию просит как человек который в случае чего сможет наладить возможность переговорного процесса она об этом не объявляет как Франция после передачи 30-40 снарядов Эрдоган об этом не кричит у Эрдогана свой стиль политики вот я могу сказать вот это хотя конечно я не политик и как бы не совсем правильно что я отвечаю на политические вопросы но надо понимать что помощь Турции и Украине и переговорный процесс между Турцией и Россией это совсем разный уровень помощи взаимодействия и тому далее украина